Обычное здание в тихом районе Минска. Возможно, вы даже проходили мимо, конечно, не обращая внимания на вывеску. Городской центр коррекционно развивающего обучение и реабилитации. Внутри каждую минуту взрослые люди помогают случаться большим чудесам в жизни своих маленьких подопечных. Поднимай голову, поднимай высоко, 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 как солнышко, высоко, вот как мы умели. К нам обращаются люди со своими проблемами, и они часто хотят, чтобы об этом не было никому известно. Мы умеем хранить их тайны, и мы всем хотим помочь. И очень радуемся, если у нас это получается. Десять лет Ольга Владимировна работает здесь директором. Все это время она возглавляет целый коллектив людей, которым не бывает все равно. Больше 30 педагогов. И каждый знает, если относиться к их делу только как к работе, подопечные из-за своих сложностей со здоровьем, возможно, не смогут сказать, но точно это почувствуют. У нас случайных людей не бывает. У нас не переживаются люди, которые не умеют быть добрыми по отношению друг к другу, к посетителям. Их доверие никогда, в общем-то, им под сомнение не поставили. У нас два класса, в которых занимаются дети с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. Созданы все необходимые условия. Благодаря тому, что наши дети ходят к нам в центр, все они могут работать, дети обучаются. Я думаю, что им хорошо у нас. Сейчас в центре около 200 малышей. Некоторые проводят здесь целый день, большинство приходят на занятия по расписанию. Так устроено в стране, для семей это бесплатно. И каждый день из разных кабинетов здесь то и дело звучит. Не бойтесь, вместе мы справимся. Это дети от нуля до 18 лет. Им всем нужна помощь. И все специалисты нацелены на то, чтобы ее оказать. Но сделать ее очень деликатно, не обижая родителей, их чувства, объяснить волнующие вопросы, которые задают нам ежедневно. Родители разные. Кто-то уже принял проблемы, которые есть. Кто-то не видит их совсем. Но мы всегда стараемся найти общий язык. Иногда эти беседы с родителями проходят довольно длительный период времени. И полтора, и два часа, и больше. Ребят здесь научили видеть красивые в деталях. И вот из этих деталей они научились создавать какое-то единое, целостное что-то. Вот эту вот красоту, которую мы в беге нашей жизни не успеваем замечать. Они это видят и понимают, и главное, что они понимают, что потрудившихся можно иметь результат. Пусть это будет не сразу, пусть это будет отсроченного времени. Но и в жизни у нас тоже ведь все отсроченного времени. Каждый ребенок проходит специальную комиссию. Вместе с родителями здесь подбирают индивидуальные программы и очень много работают. А со временем первый страх и даже отчаяние здесь сменяются уже доброй улыбкой и способностью находить что-то светлое в, казалось бы, самой сложной ситуации. Придумать, чтобы это было очень красиво, и чтобы этот альбом к каждому усыпал. И в сердце, и я хочу и всем, и пожелать им самое главное здоровье, и будьте все счастливы. Когда детям хорошо в учреждении образования, то педагогам в два раза лучше. Такое, знаете, простанство такой доброты. И я бы к этому хотела прийти когда-то. Но это, наверное, мечта. Как вас хватает на всех и на все их вопросы? По-другому быть не может. Должно хватать. Ну, черпаешь силы, наверное, в какой-то личной жизни, в каких-то интересах, помимо работы. Но и работа, когда получается, она ведь дает большие силы. Искусство – жить. Эти слова могли бы стать и слоганом работы всего центра. Ведь за погружением в это искусство стоят обычные люди, которые однажды решили посвятить себя помощи тем, кому, несмотря на диагноз в медицинской карте, очень важно научиться любить эту жизнь. Мне бы хотелось, чтобы все наши родители любили своих детей такими, как они есть. Чтобы они видели о том, что детям всегда становится лучше, они что-то больше понимают день ото дня. Ну, и, наверное, чтобы все были здоровы. Ну, и всегда должна быть надежда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА